Новости на Дону Новости на Дону Две машины забрали, а на мне ничего, я нормально все А машины – могильник Звезды и старые фотографии, флаги и тюльпаны Ростов украшается ко Дню Победы Здесь будет обремена германской лентой И на ленте будет стоять герман Опыт Академии Никиты Михалкова не нужен На кастинг в Ростове с утра пришел лишь один профессиональный артист И он осмелится их гласно объявлять Глядь Он ходить прошел Решить проблему с несанкционированной торговлей Поручил Василий Голубев, градоначальникам и главам районов Причем продавцов нужно не просто разогнать А предложить комфортные условия, чтобы не лишать заработка Об этом говорили сегодня на расширенном заседании правительства В течение трех лет Соборная площадь у нас освобождалась от стихийной торговли и незаконно установленных ларьков Вместе с тем в преддверии любого праздника на Соборной площади города реализуется незаконный рынок При этом на ближайших рынках есть более 200 свободных мест для реализации всех видов продукции Что ни делая, стихийная торговля не прекращается на пересечении Соборного и Станиславского А также на Сержантово и Днепровском Закон нарушают продавцы меда и сгущенки в Тарасовском районе Арбузов в Миллеровском, фруктов и овощей в Октябрьском, Оксайском и Азовском районах Черешни при въезде в Новочеркасск Уважаемые главы, это же ваше личное достоинство Это ваше личное достоинство Если вы не наводите порядок, значит вы в доле с теми, кто так торгует И вот это имейте ввиду, вот такая оценка должна быть Значит вы там присутствуете, поэтому их не трогайте Глава Минсельхоза доложил о ходе весеннеполевых работ Начало сева пришлось отложить до апреля Почти на месяц по сравнению с прошлым годом А зимы и культуры вышли из зимовки в хорошем состоянии Сейчас их подкармливают минеральными удобрениями К Кировому севу приступили все районы области Беспокоит только отсутствие достаточного количества осадков По влагообеспеченности, хотя мы пришли с хорошими запасами Но вот уже апрель месяц в 4 раза меньше дождей, чем в прошлом году И это говорит нам о том, что год предстоит сложный Поэтому надо заниматься сбережением влаги Также на заседании губернатор поручил муниципалитетам Проводить трубопроводы от газовых сетей к домовладениям заранее До прихода газа в населенные пункты Екатерина Лободина, Руслан Хамчеев, Дон-24, Ростов-на-Дону Ростов-Арена официально откроется 13 мая матчем премьер-лиги Ростов-Урал О том, как сделать генеральную репетицию матчей мундиаля настоящим праздником Говорили на заседании Оргкомитета чемпионата мира по футболу Новый стадион впервые заполнится до предела На последний матч чемпионата России могут попасть 45 тысяч болельщиков Будут работать все системы и сервисы От точек питания до парковок и шаттлов Ну а после матча все ответственные переходят на усиленный режим работы Мелочь может испортить большое дело Поэтому я еще раз говорю Я вхожу в режим, о котором когда-то предупреждал Вот до 15-го этот режим практически сохраняется А после 15-го это ежесуточный режим Будет определен порядок докладов по всем вопросам, связанным с подготовкой Все время до начала чемпионата мира будут отрабатываться возможные ситуации по безопасности, медобслуживанию, транспорту, связи и другим сервисам Официальные магазины продукции с символикой мундиаля в ближайшее время будут открыты в Ростове на набережной, в парке революции и у кинотеатра Ростов Появится такая торговая точка и в аэропорту Платов В этих пунктах продажи все товары, без сомнения, будут лицензированными И соответствовать всем сертификатам качества, заверяет директор департамента потребительского рынка Сегодня всего лишь 20 организаций, которые осуществляют производство и реализацию этой продукции И только на основании заключенного договора с этими организациями возможно реализация этой продукции Так вот, что касается признаков, давайте, может быть, сразу все-таки мы покажем Например, это мяч, на котором должна быть обязательно символика, голограмма с определенными формами защиты И обязательно идентификационный номер Пока приобрести сувенирную продукцию мундиаля можно на входе в парк Горького со стороны Большой Садовой В департаменте потреб рынка предупреждают на любые нарушения при покупке атрибутики мундиаля Жалуйтесь на горячую линию по телефону 240-26-44 Хутору Николаевскому в этом году асфальтированную дорогу Дому культуры Заветинского района, модульную котельную На очередном интерактивном приеме граждан губернатор ответил на обращение семерых человек В основном на дорожные и коммунальные темы Подъездная дорога к Хутору сейчас грунтовая и в дождь по ней не проедешь В районной администрации и областном Минтрансе о проблеме знают Решение обещают уже в этом году Уже заключен контракт с подрядчиком Так что по асфальтированной дороге хуторяне поедут уже в середине лета Значит, учитывая, что деньги выделены Я вот смотрю по моей информации 10 миллионов 800 это стоит, да? 10 миллионов 800 Значит, до 16 июля работы должны быть завершены До 1 августа доклад губернатору С похожим запросом обратились жители поселка Мокрый Батайка Гальницкого района Растет, улица, но асфальтирована меньше половины И денег на твердое покрытие у местных властей сейчас нет Губернатор предлагает заняться в этом году проектно-сметной документацией Чтобы в 2019-м была возможность деньги в бюджете предусмотреть Я прошу вас по текущему году качественно выполнить работы по содержанию Значит, и давайте посмотрим по ПСД Если мы ПСД сделаем, ну, заявимся на следующий год В Доме культуры Заветинского района к отопительному сезону появится модульная котельная На нее потратят почти 5 миллионов рублей Деньги губернатор направил из резервного фонда Также в этом году газифицирует район Гуково, поселок шахты Антрацит Решение каждого вопроса интерактивного приема на личном контроле главы региона Виктория Щетинина, Виталий Ступаков, ДОН-24, Ростов-на-Дону Что такое радиация и как от нее защищаться в 1986 году мало кто знал И когда произошел взрыв реактора Чернобыльской АЭС Ехавшие туда со всей страны люди не представляли, как сильно рискуют здоровьем Сегодня те, кто 32 года назад отправился спасать страну Их родные собрались у мемориала славы героям-ликвидаторам Станислава Адамова отправили в командировку укреплять берег Днепра Так тогда сказали, но на месте услышал, ребята, лучше бы вас тут не было О чем говорили, стало ясно только в как будто вымершем селе Припять Станислав работал прямо над реактором, завозил бетон для заливки саркофага Делал три рейса в день и после каждого обязательно купался, менял белую спецодежду, мыл машину И получал положенный сухпайок из 100 граммов боевых Металл и механизмы не выдерживали, а люди работали Две машины забрали, а на мне ничего, я нормальный в суд А машины могильник Проходчик Валерий Крикунов работал в 50 метрах от реактора Копал водонепроницаемую траншею шириной около метра и глубиной до 40 Чтобы зараженные подземные воды не попали в реку Припять Работали в белых костюмах, которые, как выяснилось позже, от радиации полностью не спасали Солдат полез в 10 метрах на брусвель, молодой, хотел посмотреть И там же и упал, его бронетранспортером вытащили, через два дня скончался У самого Валерия сейчас вторая группа инвалидности В ликвидации последствий чернобыльской аварии за несколько лет после взрыва поучаствовали около 600 тысяч человек Олеся Сынько, Анатолий Рашевский, Дон-24, Ростов-на-Дону Смотрите далее в выпуске Звезды и старые фотографии, флаги и тюльпаны Ростов украшается ко Дню Победы Здесь будет оборудована георганской лентой И на ленте будет стоять звезда Итальянское блюдо с ростовской начинкой Знак качества «Сделано на Дону» получила пиццерия Мягкие сыры, которые мы используем, они варятся в Ростове Опыт Академии Никиты Михалкова не нужен На кастинг в Ростове с утра пришел лишь один профессиональный артист И он осмелится их гласно объявлять Глядь! Вот и день прошу За молодыми докторами в Ростовский медуниверситет Едут главврачи со всей области На ярмарке вакансий выпускники и старшекурсники получают самые разные предложения Городские больницы берут большей зарплатой Сельские заманивают жильем и подъемными Старшекурсники медуниверситета знают свои востребованности С выбором не спешат Интересуют не только зарплата, но и условия труда, социальные гарантии, перспективы карьерного роста Сама я из Новочеркасска, хочу быть акушером-гинекологом Там мне предложили рабочее место в моей больнице по месту жительства Но пришла посмотреть, что может быть что-то поинтереснее, что-то приятнее, вкуснее, так скажем В Сальском районе интересные предложения были Заработная плата неплохая, но далековато от дома, конечно Чтобы убедить перспективных докторов прийти именно в их больницу, на ярмарку вакансий приезжают главврачи Благодаря тому, что Минздрав очень плотно сотрудничает с медуниверситетом Вот благодаря этому опыту у меня за последние три года замечательные студенты Наши выпускники, интерны и вот теперь два человека-ординаторы И я жду еще, я жду еще Приходите, я буду только рада Красивые и счастливые вы с нами Хорошо устроиться молодой медик может не только в крупном городе В сельских больницах сейчас есть все для развития и успешной работы Дают жилье, помогают единовременными выплатами по губернаторским программам А по федеральной программе «Земский доктор» можно получить миллион Необходимости тех или иных специалистов в удаленной территории, конечно же, кадровый вопрос всегда есть Но на сегодняшний день, благодаря таким ярмаркам вакансий, которые уже 13-е у нас в этом году за весь период То есть даже такие территории, которые на сегодняшний день полностью закрыли свою потребность в кадровом потенциале, в том числе врачебном Те, кто не стал поступать в ординатуру, могут работать в первичном звене Участковыми врачами, терапевтами, педиатрами, стоматологами общей практики Очень много остается. Учет такой есть в государственных учреждениях Даже те, кто учился по платным услугам, платно, они все равно стараются попасть на целевое направление Это им помогает место работы найти Чтобы старшекурсники реально представили, где могли бы трудиться, потенциальные работодатели возят их к себе на экскурсии Анна Туполева, Фатима Зурабова, Александр Чалый, Дон-24, Ростов-на-Дону Архивные фото, звезды, ленты, флаги и тюльпаны Ростов готовится ко Дню Победы, украшая свои парки и улицы За изготовлением новых композиций наша съемочная группа наблюдала в одной из мастерских Здесь будет оборудована георганская лента и на ленте будет стоять звезда Над новой композицией ко Дню Победы работники фирмы-изготовителя колдуют не первый день Объемные тюльпаны встретят ростовчан у входа в парк Горького Чтобы туда добраться, проходят многоуровневый цикл производства Голову мастерам пришлось поломать, ломая детали На изготовление одного такого тюльпана уходит 3-4 недели Каждую его половину формуют отдельно, потом склеивают, надев на металлический стержень Чтобы добиться этой формы, сломали немало копий Только с четвертого раза вышло то, что нужно Самым сложным были разработка макета и изготовление формы Тюльпан из полистирола вырастает за пару недель после заклейки, сушки, полировки, шлифовки и лакировки И затем отправляется в печь формовочный вакуумный станок Только на одну половину уходит почти квадратный метр материала и столько же пленки Если меняется температура, даже дверь открывается Разогрев этого полистирола сразу меняет Поэтому тут можно очень четко установить время, чтобы не было сквозняки И тоже изображение должно попасть ровно Поэтому четвертого раза уже мы попали Тут же 40 готовых звезд для аллеи славы, для всех городов воинской славы Они выстроятся на площади советов у здания правительства Разноцветные флаги украсят парк Горького, Музтеатр, Тачанку, Покровский сквер и другие общественные места Резон А не первый раз украшает Ростов к большим праздникам И этот факт стал одним из определяющих в выборе подрядчика Всего таких фирм выбрано три Тонская столица окрашивается в желто-красные цвета Фон красных гвоздик определяющий На проспекте Шолохова благодаря новой технологии этот фон впервые искрится При производстве используются маленькие квадратные такие сегменты Которые на ветру развиваются и позволяют достичь такой эффекта воздушности Эффекта динамичности конструкции Главные темы всего оформления изображения вечного огня Георгиевские ленты, архивные фотографии, белые голуби как символ мира И цифра 73 Именно столько мы живем без войны Все работы завершатся до 27 апреля Марина Черных, Николай Андреянов Дон-24, Азовский район, Ростов-на-Дону Рецепты итальянские, а продукты донские А получается еще вкуснее, чем придумано на пенинах А качество подтверждено добровольной сертификацией Знак «Сделано на Дону» получила ростовская пиццерия Секрет сделанной на Дону итальянской пиццы В соблюдении национальных рецептов и правильном подборе ингредиентов Шеф-повар с международным опытом Павел Субботин Точно знает, чем заменить иностранные продукты Чтобы не потерять вкуса настоящей пиццы Примерно 70% продуктов у нас местные Это мука, это масло, это сахар, соль Это все практически местное Много мягкие сыры, которые мы используем, они варятся в Ростове То есть это местные маленькие сыроварные, которые поставляют нам сыры Колбасы местные В пиццерии «Компания» пиццу готовят в древяной печи, привезенной из Италии Такие особенно популярны в работе премиальных пиццерий И решают задачи самого требовательного кулинара Температура более 300 градусов Оптимально комфортная среда для приготовления тонкого теста Кухня и производственные процессы пиццерии полностью соответствуют стандартам пищевой безопасности Компания – первый региональный проект, подтвердивший соответствие международным требованиям «Фудсефити» Сегодня потребление качественного продукта, качественного питания – это тренд То есть здоровое питание, локальная кухня То есть мы ориентированы на то, чтобы наши предприятия были активны Для чего? Не просто для того, чтобы их стало больше Организации, где есть знак «Сделано дано» Для того, чтобы повышать качество оказываемых услуг Для четырех десятков работников пиццерии это не просто подтверждение качества кухни А очередной взятый рубеж на пути к увеличению числа клиентов Ведь для многих людей сертификат соответствия – один из важных факторов при выборе кафе или ресторана Сергей Мирошниченко, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону Самые маленькие кошки в мире лечат детей-инвалидов Волонтеры помогают детям без родителей поступать в вузы А трудных подростков к правильным жизненным ценностям выносит батут В пресс-центре Дон-Медиа презентовали социальные проекты, реализованные НКО за счет президентских грантов Самый необычный проект, который не только получил президентский грант, но и вызвал мировой интерес Кошки-крошки спешат на помощь Ростовчанка Елена Красниченко вывела новую породу – той-боб Самые маленькие в мире кошки позволяют играть с собой так, как хочется ребенку И помогают лечить детей-инвалидов Терапия той-бобов актуальна для аутистических расстройств, поражений центральной нервной системы, ДЦП Конкретно был случай, девочка, потом я узнаю, что она с заболеванием Не могла прикоснуться ни к чему меховому Той-боб заставил, чтобы она его погладила, и все стало на свои места И вот это была отправная точка, что родился наш проект Найти себя – так называется проект, разработанный в Новочеркасске Федерации батута и спортивной акробатики Его цель – помочь трудным подросткам выбрать правильные цели в жизни через спорт В июле прошлого года наша организация Федерация батута и акробатики города Новочеркасска выиграла социальный проект, который называется «Найти себя» Он продолжается, забегая вперед скажу, что и по сегодняшний день к нам приходят ребята, стоящие на учете, и занимаются у нас в тренажерном зале Помочь подготовиться к ЕГЭ детям, оставшимся без родителей, взялись идеологи проекта «Все двери открыты» И из 65 его участников, 62 стали студентами ростовских, московских и питерских вузов Проект «Все двери открыты» так называется, потому что нам хотелось показать, что для этих детей есть такие же равные возможности, как для тех, кто живет в полноценных семьях А опыт организаторов полевого лагеря отдыха «Будущее России», где подростков учат выходить из экстремальных ситуаций, предложено ввести и в обычные летние лагеря Член Общественной палаты России Леонид Шафиров предложил тиражировать удачные проекты на другие регионы За счет международного взаимодействия обеспечивает вовлечение максимально возможного количества стейкхолдеров, контрагентов, тех, кто в проект вовлечен и горит, и переживает о результатах Общественная палата поможет продвигать полезные инициативы дончан на федеральном уровне Марина Черных, Фатима Зурабова, Виталий Ступаков, Дон-24, Ростов-на-Дону Опыт Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова ростовским актерам не нужен Сегодня комиссия Академии впервые устроила в Донской столице кастинг артистов для повышения их квалификации в Москве Но на него с утра практически никто не пришел Отсутствие интереса довольно удивительно, ведь таланты готовы отбирать отец фильмов про Петрова и Васечкина режиссер Владимир Олейников Актер и режиссер Александр Коручеков и проектор Академии Алексей Литвинов Искали только опытных актеров, режиссеров и продюсеров и обязательно соответствующим образованием Мы их приглашаем в течение года, они занимаются у нас, живут, получают стипендии, но и готовят разные проекты Если мы говорим о артистах, то это минимум два спектакля в год, то есть две премьеры они выпускают И режиссеры четыре, четыре короткометражных фильма за сезон, за год обучения они выпускают, снимают Обучение с помощью благотворительного фонда проводят для развития творческого потенциала региональных мастеров театра и кино Но в Ростове им заинтересовались в основном актеры-любители А из профессионалов пришел только актер театра имени Горького Вячеслав Огер И прочел монолог Чацкого и свои роли в театре То, что человек из города Порто, лишь рот открыл, имеет счастье во всех книжон вселять участие И в Петербурге, и в Москве, когда воспитан кто в отечественных нравах В чьей по несчастью голове пять-шесть найдется мысли здравых И он осмелится их гласно объявлять «Глядь!» Ох ты, день прошел Возьмут ли актера на обучение, станет известно позже До этого кастинг прошел в Краснодаре, но студентов для себя Академия не нашла Евгения Нагорская, Николай Андреянов, Дон-24, Ростов-на-Дону Казачьи игры Шермицы пройдут через две недели в Старочеркасске, а точнее Ванинской крепости Организаторы обещают поразить гостей конными соревнованиями Будет джигитовка, стрельба из лука и метание копья из седла Участники посостязаются в различных народных видах борьбы, фехтовании и рубке шашкой А для зрителей устроят различные мастер-классы и угощения казачьими блюдами Очень интересные игры для деток, для самых маленьких, потому что даже самые несмелые начинают принимать в эти площадки, где проводятся, где они деревянные сабли рубят, где они эстафеты устраивают, наверное, вот это очень интересно Заинтересовал фестиваль казачьи Шермицы? Значит, вам есть где провести выходные 12 и 13 мая На сегодня у меня все, еще больше новостей на сайте дом24.ру В студии была Дарья Шулик. До встречи Одежда ведущим предоставлена магазином итальянской женской одежды Изабель Гарсия Редактор субтитров А.Семкин